А у Лекария у нас тоже Зулок, то есть Мирор Зулоков. Тоже, кстати говоря, очень интересный Мирор, и этот Мирор может в большей степени зависеть от того, у кого какая сборка. Потому что есть Варлоки с Гигантами, есть Варлоки с Думгвардами, есть Варлоки без Гигантов с Думгвардами, есть Варлоки с Думгвардами с Лероями, то есть очень много сборок. И у кого сборка и заход будет лучше, то он, конечно же, выиграет. Но, правда, в большей степени, конечно, от захода зависит, какая бы сборка ни была. Многие пытаются кондрить, конечно, взлоков, когда кладут гигантов, но не у всех это получается. Так, и у спауна сейчас замечательный старт вообще-то. Ну, у спауна на самом деле плохой старт, потому что он единичку ситуативную отдает просто так. Ну, я имею в виду, это уже дело минувшие дни, а сейчас у него впереди есть... Да. А, ты про спауна? Да, да, да. А, у меня почему-то показывает спаун. А, ну, вроде все правильно. Да, ну, сейчас поменяют местами... Игроков. Игроков, да. Они увидят, что было в руке у каждого из них. Я думал, у спауна старт с сержанта. Это, оказывается, у лекаря. Понятно, поняли. У спауна, значит, да, очень хороший заход из-за того, что у него есть первая единичка... Нет, сержанта спаун сыграл все в порядке просто. Все правильно? Да, да, да. А, вот все. Вот теперь, друзья, теперь все правильно. Very good and very well. Да, ну и напомню, мы снова переходим к режиму best of three, то есть до двух побед. В данном случае у лекаря очень хорошая ситуация, потому что есть коэн гангбосс, есть дезрадл, то есть за стол он уже зацепился. И спауну нужно как можно скорее находить ПО, либо сержанта сейчас, либо сулфайр. То есть, чтобы убивать гангбосса, чтобы он не сделал вэлью. Если гангбосс сделает вэлью в мироре, значит, этот зулок может и выиграть. Кстати, игра топ-дек ПО пришел, и это очень важно. Я думаю, это будет по-любому, да, пэдлер и по-любому ПО. Может быть, он ПО покажет с пэдлера. Так будет более хуже для противника, потому что это будет... Вот лакер-рок. Будет нервы. Более драматично будет, да? Да, нервы, нервы. И лично зная лекаря, я знаю, что он обращает внимание на такие вещи, как откуда была взята карта и так далее. Так, и что у нас тут? Опять сержант у нас вырывается на первую страницу на экране. Так, и лекарь дальше продолжает давить. Давить, давить, давить. У лекаря очень хорошая рука в плане количества существ. У спауна из Дунгвард есть слабые-слабые первый-второй дроп, которые за стол не ухватятся. Да, да, в данной ситуации все карты... Все карты в руки Игорю. Да. Все у Игоря очень хорошо. А Игорь это у нас лекарь, еще раз повторяю. Ну, кстати, сложный выбор между яйцом, курицей и щитоносцем. В данном случае щитоносец и яйцо. Я бы, на самом деле, брал бы яйцо, потому что с яйца падает еще 2-1 дроп, и яйцо можно реализовать под сержанта, убив причем 1-1, и потом можно еще его реализовать. И можно еще реализовать, если Аргуса на него накинуть. Либо просто под по, потому что щитоносец, ну, 0-4 таун, бесполезный. Под волка можно поставить, но тоже, типа, один атакет такое. Лучше уж яйцо. И все гораздо больше вэйли принесет. Да, мне даже больше нравится этот вариант. Но вот Игорь решает по-своему совсем по-другому. Он продолжает атаку. Ага. Имея на руках теперь щитоносца. И курица. И курица злоняет поле боя. Это просто извечный вопрос, яйцо или курица. Да, да, да. Ну, так и не дождавшись от нас ответа. Что появилось быстрее, яйцо или курица. Кстати говоря, у спавна-то все налаживается. Как мы видим, у него пустая рука. И на пятый ход, что же там может быть, да? Это обычно либо Лерой, либо Думгвард. В данном случае Думгвард это самое лучшее. То есть самый плохой топдек для спавна сейчас это второй Думгвард. Это самое обидное. Когда у тебя нет карты, ты топдекаешь самую нужную карту в твоей колоде. Именно Думгвард. Так, ну и мы здесь не видим, что вытащил Пэддлер. Потому что это извечный баг спектрайт-мода. Бенбродик. Нужно подфиксить. Мощно! Мурлок! Здравствуй. Второй Мурлок за сегодня, который играет. Это пипец. Это просто Мурлоки сила, так скажем. Давай так и скажем. Я никогда не видел, что в Мурлоке играли. То есть, ладно, там раз в год. Раз в год, так скажем, и палка стреляет. Раз в год и Мурлок играет. Да, раз в год и Мурлок, и даже два. Сегодня, конечно, День Мурлоков. Ну и Думгвард. Думгвард в стенку 0.4. И топдек у нас в стенке. Ну, стенка-то не страшно. Ну да, этим демонам можно пожертвовать для более могучего демона. Но больше ничего не может спавн сделать в этом ходу. Так а у него тут и так все хорошо. Он делает по волка. А подожди, зачем делать на Мурлока, если у тебя есть волк? Мне кажется, он хочет сделать по на Мурлока и поставить тройку-единичку. Но... Ну да, с учетом того, что пустая рука у спавна, бес и гангбосс более сильно смотрятся. Ибо волк есть. Под волка можно очень хорошо разменяться. И, кстати говоря, очень... Самую лучшую расстановку существ делает Лекарий. Молодец. Тоже. Ну, тут кто бы сомневался. Да. Всегда, если вы играете за Злока, всегда гангбосс у вас должен стоять слева. Всегда. Просто всегда. Так. Ну, это волк. Это изи трейды, грубо говоря. Ставим волка, наверное, на беса, да. Ну, а тут еще и двор подъехал. Ну, это даже можно сделать даже тап, на самом деле. Сделать тап и сделать дворфа на гангбосса. Гангбосса у нас память мелочь. И педлером убить 1-1. В общем-то, да, сейчас полный контроль игры за Игорем. Ну, Игорь доминирует очень сильно. То есть, ну, Мир Резулоков, кто захватывает столб, тот выигрывает. В данном случае это Игорь. Да, ну, и видно по нему, что он совершенно не напряжен. Он видит, что все идет хорошо и спокойно контролирует ход игры. Да, я думаю, это 1-0 пользу уже Лекария, потому что здесь шансов на камбэк от Пауна, ну, практически вообще никаких нет. Наверное, их вообще нет. То есть, что может спасти спауна, я вообще не представляю. Даже не гигант с двум-гвардом, но так-таки ничего. Александр хмурит брови, думает, что же может его спасти, точно будет жизнеотвод делать. Это его не спасает и... ГГ. Да, это похоже на ГГ, и здесь, по-моему, даже уже, нет, не летал. Ну, великая вероятность, да. Великая вероятность, это уже, скорее всего, поражение. Ну, то есть, опять-таки, так ли, и тебе не помогут. У тебя уже ХП нету. А плюс у Лекария же тоже играется двум-гвард. Если не ошибаюсь, у Лекария играется один двум-гвард, а не два. Это тоже интересная сборка. Игорь известен тем, что играет хоть и классическими колодами, но все же их немного изменяет. Не только под себя, но и конкретно под противников. Он играет классическими колодами с обновленными сборками. Ну, как-то можно так выразиться. Я думаю, зрители нас поймут. Ну, он, например, играет контроль вара с каркронами. То есть, каркроны играются в контроль варе как ремувла, за место баша, если не ошибаюсь. То есть, просто четыре урона. То есть, рывок в четыре урона. Ну, или против каких-то там зулоков можно в темп поставить. Как четыре-три существо. Так это им был. Вопрос, куда воткнуть Аргуса. Скорее всего, на Гангвоса и Беса 2-1 слева. Ну да, да, это вроде даже единственное место, куда... Да, это как раз лишний Бес плюс Фейс. И можно пойти все в лицо и засетапить летал. Восемь. Это один с урона. Один с урона. Не, можно все-таки потрейдиться даже. Можно супер-супер-супер... Сейфово. Да, сейфово и жадно сыграть и потрейдить все. Хотя это не стаб летало. Но все же. Решает, кстати говоря, 3-2 убить. Я бы убивал гангбоссом, потому что гангбосс... Ну, реализация гангбосса. Да. И... Интересно, будет менять или нет? Да, будет. Правильно делает. Меняет всю мелочь, чтобы... Если топдек Волка бы был, он бы на халяву забирал половину существ. Ну да, фактически не оставляет шансов своему оппоненту. Делает все очень осторожненько. Это, безусловно, не помогает Александру вытянуть матч. И это тоже, да, не помогает? Какие бы размены сейчас ни были, это все приводит к леталу на следующий ход. Хотя сколько здесь урона? Сколько он может уничтожить урона? Нет, он умирает по-любому. Там 10 или 11 урона остается. Бам-бам. В таунт. И бесом убивает Волка. И на столе остается у нас 10 урона, если не ошибаюсь. Да? 4 плюс 3, плюс 3, да. А ты баф от Волка посчитал? А, Волка же убивают. Ну да, да. Я в смысле, что его нет. Ну да, да. Здесь урона как раз. Замечательно, красиво. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok